Приветствую! Сегодняшнее видео не столько о праве, сколько о недовольстве. О моем недовольстве по отношению к тому, как государство решает те либо иные вопросы, связанные с мобилизацией. А это один из самых принципиальных вопросов, которые есть на сегодняшний день в Украине. И вот сегодня, когда мы ждем с вами принятия законопроекта 10.449. Законопроекта, в котором вообще непонятно, что будет написано. Мы не знаем, будут ли иметь отсрочку те мужья, у которых жены с инвалидностью третьей группы. Мы не знаем, будут ли иметь отсрочку сыновья, у которых родители имеют инвалидность. Мы не понимаем, как будет даваться отсрочка тем, у кого родители нуждаются в постоянном уходе. Какие будут критерии, как будут учитываться наличие других родственников. Да мы даже не знаем, будут ли призывать инвалидов третьей группы. Потому что все это было под вопросом. И были правки, и были высказывания тех либо иных политических деятелей, которые говорили, надо этим всем отменить отсрочку. Там жена третьей группы, какая тебе отсрочка, зачем тебе отсрочка. У тебя родители с инвалидностью второй группы, да какая может быть отсрочка вообще, зачем тебе отсрочка. И так далее. И вот при всем при этом, при всем при этом, когда есть вот такая напряженность в обществе, когда есть дополнительное еще нарушение со стороны ТЦК и ЕСП, Минкульт что делает? Говорит, что цирки это критически важные предприятия. А что это значит? Это значит, что работники цирков будут иметь право на бронь. Аплодисменты. Класс! То есть как человек, у которого родители с инвалидностью вполне возможно лишиться отсрочки. Человек, который работает в цирке, имеет отсрочку. И вопрос не в этом человеке даже, да? Никаких вообще претензий нет к тем людям, которые работают в цирках. Но вопрос, давайте честно скажем, это действительно критически важные предприятия. Я прекрасно понимаю, что в вопросе отсрочки не может быть равенства. Ну вот совсем. И почему? Ну, например, мы, я думаю, все прекрасно понимаем, что оператора атомной электростанции не стоит даже во время войны отправлять в окоп. Потому что в наших интересах, чтобы он все-таки был на своем рабочем месте. Ну, давайте согласимся. И я думаю, что все согласны с тем, что операторов АЭС не стоит призывать. Потому что мы с вами останемся просто без электроэнергии. Это в лучшем случае, да? А в худшем случае мы понимаем, что может быть там авария на АЭС. То есть уже равенства нет, да? И, кстати, здесь мы можем говорить о той категории, которая несколько, ну, такая споплюжена, да? У нас публичный интерес. Хотя это правильная категория, это хорошая категория. Просто не нужно ею злоупотреблять. То есть вот когда мы бронируем оператора атомной электростанции, это публичный интерес. Потому что в интересах абсолютно всех, чтобы он был на своем рабочем месте и обеспечивал работу АЭС. Цирк. Вопрос. Вопрос. Какую же такую критически важную для жизнедеятельности страны в условиях военного положения несет цирк? Какую критически важную функцию он выполняет? А? Вот интересно мне. При этом, друзья, я, вот честно, я в адеквате. Ну, я считаю, что я в адеквате. Например, когда Минкульт признает критически важными предприятиями и, соответственно, подлежащему бронированию музеи, я не возражаю. Абсолютно. Потому что, да, там можно сказать, что музей – это что такое? Это история нашей страны, история нашей культуры. И это нужно сохранить. И мы прекрасно понимаем, что в музеях есть те ценности, которые, ну, безусловно, нужно сохранить. И для нас сейчас, и для последующих поколений. Это вопрос нашей культуры, выживания нации, сохранения культуры нации. Ее истории вообще вопросов нет. Но когда вы признаете цирк критически важным предприятием, вы же должны понимать о последствиях. Вы же должны понимать о том, как отреагируют на это общество. До этого у нас были там истории с верблюдами непонятные. Кстати, вопрос, чем они разрешились, да? Ну вот, честно, у меня такое ощущение, что вот люди, которые принимают эти решения, они не думают о их последствиях. О последствиях этих решений. О том, как эти решения будут восприняты в обществе, и как это влияет на восприятие мобилизации в целом. И здесь я хочу сказать, друзья, что мы, ну вот, нам сложно это делать, но мы должны прорваться через вот эти эмоции, да? И понимать, что в условиях, когда страну атакуют, да, мобилизация необходима. И без этого крайне сложно будет существовать любому государству. И я более чем уверен, что это будет происходить в любом государстве, даже в европейском, даже в Соединенных Штатах, когда это коснется их. Но вопрос лишь в том, что как проводить эту мобилизацию, как общаться с людьми во время мобилизации, что нужно показывать людям. А что мы показываем людям, когда мы говорим, что цирк, отлично, да, бронируем, а вас нет, вы там как бы не важны. Вот цирк – это важнейшее искусство. Ну, ну, одним словом, цирк, честно. Какой сделать из этого вывод? Я не знаю, вывода нет. Здесь есть, наверное, только рекомендация. Мне очень бы хотелось, что те люди, которые тем-либо иным образом отвечают за вопросы мобилизации, за вопросы, связанные с мобилизацией в нашей стране, чтобы эти люди оценивали всю важность мобилизации для выживания страны и понимали, что каждое их действие может быть воспринято негативно. А именно поэтому действовали, ну, вот по старому принципу семь раз отмерь, один раз отрежь. Чтобы они оценивали с разных сторон, подключали аналитиков. Ну, есть же у нас умные люди, у нас полно умных людей, полно аналитиков. Да пусть они оценят каждый ваш шаг на предмет того, как это все повлияет на мобилизацию. Потому что пока то, что мы делаем, то, что мы заявляем, ну, просто, мне кажется, ну, не лезет ни в какие ворота. Мягко выражаясь. Друзья, вот такое видео получилось. Как я и говорил, я предупреждал, что это не о праве, что это о недовольстве. И, наверное, на этом у меня все. Друзья, если вы считаете, что я не прав, давая такую оценку подходом к вопросам мобилизации, не знаю, давайте обсудим в комментариях, поговорим об этом. Может, действительно, я все-таки не все вижу, и вы, скажем так, направите меня в нужное русло. Встретимся в комментариях, обсудим это. Все, друзья. Если кто-то разделяет мои мысли, ну, тогда прошу поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, и можем обсудить также это видео в рамках моего YouTube... Ой, YouTube, какого YouTube? Telegram-канала, конечно же. Его название вы вот здесь сейчас видите. Традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.